Знаменитая смуглянка. Лицеисты впервые слышат настоящий патифон. Он был сделан еще в довоенное время. Встреча учеников с фронтовиком накануне Дня Победы. Традиция еще советских школ, живая сейчас. У большинства этих ребят не осталось родственников, которые воевали в Великую Отечественную. Услышать о войне от тех, кто был на фронте, они могут только на таких вот уроках. Дедушка Рома – ветеран тыла, но о том времени с внуком старается не говорить. Сегодня я познакомилась еще с двумя ветеранами, которых сейчас, на данный момент, в России осталось не так-то много. И мне было очень интересно познакомиться с ними и послушать их рассказы о войне. Один ветеран Иван Бутаханов – моряк, другой Василий Корнев – пехотинец. Прошел всю войну от Ростова до Вильнюса. К встрече со школьниками готовился не один день. Говорит, боялся, детям будет неинтересно. Но когда заговорил, в зале настала полная тишина. Я пролистал свои архивы, фотокарточки и прочее. И мне вспомнились все мои фронтовые баталии, что ли, так можно назвать. И я частично их рассказал. Он очень тесный получился, малое место, просторы. Потом он тут, по-моему, больше надо, чем надо было сделать. Геннадий Кузьмин работает над монументальным полотном, посвященным Великой Отечественной. Все, что запомнили из сегодняшних рассказов ветеранов о войне дети, уже сохранится для истории. Теперь тоже для истории будут запечатлены на холсте и сами рассказчики. Около года работы, десятки эскизов. Сначала художник делает набросок углем. Если тот удался, пишет маслом в виде этюда, чтобы определиться с цветом. Только потом герой занимает свое место на общем полотне. Позирует для художника и кадеты. Трудоемкость работы, она, конечно, и зависит от тех, кто приходит ко мне. Они должны посидеть час, а то и два, а то и три. Я несколько раз ворачиваюсь, может быть, к некоторым рисункам. Не удовлетворяет что-то, значит, снова приглашаю, снова рисую. Какие-то детали рисую, вот фигуру сидящего отдельно рисовал, допустим, несколько раз. Кого-то не рисую, потому что и так ясно сразу получается в картоне. Мы подбирали художников. Это очень непросто, потому что в живописи это самый сложный вид живописи. И вот такой групповой портрет, да еще как бы связанный историческими вехами определенными. Не всякий художник возьмется. Во всяком случае у нас есть в Иркутском Союзе много талантливых художников, но многие просто мне откровенно сказали, не потянем. Жанр, популярный в советское время, сейчас почти забыт. В последние 30 лет за такие работы почти никто не брался. Картина будет закончена через несколько месяцев. Ее планируют выставить в лучших галереях европейской части России. Но первыми полотно увидит Иркут. Викторина Бурван, Константин Синицын, Александр Мокин. Новости сейчас.